Всем привет! Какой игровой консоль следующего поколения купить? Релиз PlayStation 5 и Xbox Series XS совсем вот-вот уже не за горами, а понимания до сих пор нет. Я посмотрел много видео, но, к сожалению, они как-то слишком очевидные вещи рассказывают. Давайте в этом видео посмотрим с точки зрения разработки видеоигр, какая консоль будет интереснее, какие есть подводные камни с точки зрения железа и так ли очевидно преимущество Xbox Series X. Поехали! Прежде чем мы начнем, смартфон Poco X3 NFC пришел в Россию. По ссылке в описании я записал небольшой обзор дисплея данного смартфона. Он 120 Гц сам, а также у него 240 Гц частота процесса сенсора. Это безумные показатели, очень крутой смартфон и не менее крутой дисплей. Так что обязательно стоит чекнуть. И кроме этого вы можете выиграть один из трех смартфонов, причем сделать там максимально просто. Так что чекайте ссылку в описании, поддержите мое видео, а от меня вам огромная благодарность заранее. Все будет по ссылке в описании. Начнем с основы. Обе консоли построены на AMD Zen 2 восьмиядерный. И тут есть много досужих рассуждений, мол, а характеристики там как от первой и так далее. Нет, это именно Zen 2 восьмиядерный. Что в случае с Xbox, что в случае с PlayStation 5. Однако расходятся типы и принципы того, как это все было реализовано. Microsoft пошли по пути увеличения количества вычислительных блоков. Там их 52. И это достаточно неплохой показатель. Однако PlayStation 5 это всего 36 вычислительных блоков. Однако есть один козырь в рукаве у PlayStation, которого нет у Xbox. И он, наверное, будет даже немного более существенным. А именно частота GPU. Это, кстати говоря, RDNA 2 от все тех же AMD. В случае с Xbox Series X это 1,825 ГГц. А у PlayStation 5 это 2,23 ГГц. И вот эта разница в частоте будет действительно очень-очень существенной. Однако нужно учитывать, что у PlayStation 5 этот показатель до. Да, его можно нативно руками поднять в SDK до постоянных значений. Однако при этом непонятно, насколько консоль будет перегреваться. За что вообще отвечает тактовая частота? За количество выполняемых операций в секунду. И вот здесь количество вычислительных блоков вроде с одной стороны круто. И на бумаге даст большее количество террафлопс. Однако с точки зрения реальной производительности, скорее всего, повышенные частоты будут играть немного более интересные истории. В общем, непонятно на самом деле, кто здесь мощнее, кто здесь лучше. И какой из подходов окажется более верным. Но во всяком случае, то, что я знаю от разработчиков знакомых, именно частота для них является более приоритетной. А как это будет в реальности, поживем, увидим. В качестве оперативной и видеопамяти используется GDDR6. Это высокие скорости, все как полагается. Однако и здесь подходы отличаются. У Xbox Series X есть два варианта памяти на борту. 10 гигабайт у нас идет на скорости 560 гигабайт в секунду. А оставшиеся 6 на скорости 336 гигабайт в секунду. И, вроде бы, логичное разделение, если бы не одно но. 3 гигабайта резервирует под себя операционная система. Таким образом, под игрой остается всего 13. А если учитывать разделение по скоростям, то это как раз достаточно нехилое, узкое место, как и было с той же ESRAM на Xbox One оригинальном. И вот здесь в игру вступает подход от PlayStation 5. 16 гигабайт здесь доступно. Скорость у нас постоянная и единая. 448 гигабайт в секунду. То есть некий средний показатель между скоростью одной и другой у Xbox Series X. При этом разработчики сами вольны выбирать, какое количество уйдет под оперативную память, а какую под видеопамять. Этот метод хорошо себя зарекомендовал на PlayStation 4 и дал на старте ей нехиловую фору. Когда, по сути, оптимизация складывалась из пары-тройки определенных параметров на протяжении всей игры. И вы могли легко, с точки зрения разработчика, все это дело настраивать в SDK. С SSD аналогичная ситуация. Разница в скоростях присутствует и снова немного другие подходы. Microsoft взяли готовое решение. Хотя тут, на самом деле, в основе в обоих случаях PCI Express 4.0 и X4. Но у Microsoft готовое решение, а Sony пошли по пути создания собственного кастомного контроллера. За счет чего мы получаем на Xbox Series X скорость 2,4 гигабайта в секунду. А конкретно на PlayStation 5 это уже 5,5 гигабайт в секунду. При этом они еще используют свою методику сжатия, что увеличивает скорость до 9 гигабайт в секунду. Это просто невероятные показатели. И в этом случае SSD уже может выступать как отличный буфер для той же оперативной памяти. И это действительно интересный момент, так как разработчики скорее всего смогут опять-таки все это дело варьировать и немного использовать SSD для быстрого вот этого обмена данными между оперативной памятью и SSD. При этом ходят слухи, что Sony уже лицензировала другую технологию, которая появится то ли в Pro версии консоли, то ли в этой с апдейтами. И эта самая методика сжатия позволит увеличить скорость до 17 гигабайт в секунду. Какие особенности будут у PlayStation 5? Ну, первое, это конечно же версия консоли без привода. Та же самая консоль, просто отсутствует привод и получается диджитал версия. Прикольно. Есть Wi-Fi 6, есть отдельный чип для того, чтобы обрабатывать объемный звук. И это прям такой небольшой процессор, который как раз будет его реализовывать. Это удобно для разработчиков, так как не придется дополнительно тратить ресурсы и пытаться там прописать что-то. Возможно звук в играх стоит наконец-то более качественным. И параллельно с этим есть еще геймпад, который нехило обновился. И теперь у нас имеет такую вот тач-вибрацию, которая передает различные типы поверхности и всего намного-намного лучше. Называется DualSense. А Xbox Series X это более компактная консоль. Wi-Fi 6 здесь нет, но на самом деле есть поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos. Опять-таки тот же объемный звук и технология Dolby такой расширенный вариант HDR. Тоже прикольно. И пару слов про младший Xbox Series S. Это консоль, которая ориентирована на 2K гейминг, либо Full HD гейминг. И здесь у нас нужно понимать, нет привода вообще, то есть это только цифра. И я бы сказал, это консоль под геймпасс для массовой аудитории. Если вы играете только в FIFA, Mortal Kombat и еще пару только проектов, хотите там заценить по геймпассу эксклюзивы Microsoft, ну время от времени и что-то еще, для вас эта консоль отлично подойдет. Всем остальным тихо и мирно проходим мимо. Чуть-чуть добавляем, покупаем диджитал версию PS5. Что получается в итоге? Обе консоли хороши. Они предлагают нам действительно обновление, трассировку лучей и много чего еще. Ссылка будет в описании на предыдущий ролик, где я все это рассказывал. Однако, конкретно вот что выбрать, в моем понимании сейчас, перевешивает Sony в плане эксклюзивов, так как там понятно, какие игры будут в дальнейшем. На стороне Xbox есть, конечно же, геймпасс. Но мы все понимаем, что это немного не та история, что все релизы прямо на старте. Да, Microsoft покупает новые студии, игры будут появляться, но первой консолью я все-таки взял бы PlayStation. Тем более, сейчас есть огромное количество БУ-игр на рынке, и таким образом сможете поиграть, да и с распродаж, в принципе, на PlayStation 4, на самой PlayStation 5. А уже потом приобрести себе Xbox, если вдруг появится такое желание. Субтитры сделал DimaTorzok